Добрый день, друзья! Мы в гостях у легенды русского петоководства. Человек-мотиватора, да просто... Ну, человек-легенда, по-другому нечего сказать. Евгений Оленик, пожалуйста. Привет! Добрый день, ребята! Скромно, прости. Прости, что скромно. Зачем ты работаешь? Дело в том, что мне приходят идеи, помимо моей воли. Те или иные идеи, связанные с работой. И единственная возможность, чтобы она не протверливала мозг, это воплотить ее. То есть я классический стартапер. То есть создать, когда это все идеально работает, мне уже это становится не так интересно. То есть это уже может выполнять другой человек, который с функцией администрирования. Но вот мое это создавать, когда ничего нету, рождается идея, и на идею начинает все нанизываться. Буквально. Это хоть начиная с поля, если мы говорим о питомниководстве, если мы говорим о других проектах моих, допустим, обучающий проект. То есть вначале была идея. Она была опробована непосредственно на моих друзьях из Белгородской области, село Айдар, где я решил своей деревне подарить не рыбу в виде каких-то денег, а я решил попробовать научиться тому, что сам уже умел. И я своих друзей, кумовей, одноклассников начал вовлекать в питомниководство. Таким образом появилось в моей деревне и в соседней, откуда я родом, появилось около 10 питомников. Супер. То есть ты появляешься таким, идея появляется, и только ты не сам создаешь? Вот в этой стартовой позиции, стартовой позиции, то есть в любом случае работаю командой, потому что люди вообще стадные животные, так по большому счету, да, и командой это всегда интереснее, это всегда есть мнение людей. То есть я могу у других людей учиться в этом случае, потому что молодежь наша, она в целом бесподобна, интересна, если что, но брать, чтобы, ну, знаете, как не стать стариком в 40 лет. Вот. И командой намного легче достигать нужного результата. Но, а вот поскольку идея, она у меня рождается, то ее отформатировать, допустим, да, выписать, то, ну, нужна помощь. То есть, ну, один в поле не воин. Нет, конечно, одному не надо, но вот как раз проработав, мы сейчас потихонечку уйдем, скажи мне, пожалуйста, я именно тебя знаю как человек, который мотиватор. Вообще, Евгений Оленик – это мотиватор, это в зеленом бизнесе уже все знают, да, это профессиональный зеленый коуч, который прям говорит, ребята, вы создадите, вы сможете, скоро тебе нужно собирать стадиона, если у нас бизнес, да, который, ты говоришь, там, приходите за 50 тысяч, я вас точно, потому что, помню, ты приезжал ко мне в Тузовский ландшафтный клуб и начинал свое выступление с чего? После моего выступления вы начнете зарабатывать. Это точно такой вырезка, я помню. Вот, ты такой профессиональный мотиватор, но давай попробуем так, вот я тебе не буду представлять, ты можешь вот сейчас на камеру людям представить, вот как бы ты хотел, чтобы, во-первых, представь себе, как ты считаешь, кто ты, а во-вторых, как бы ты хотел, чтобы тебе люди, а тебя как бы воспринимали. Вот прям расскажи. Евгений Оленик – это… Ну, я думаю, что все-таки, прежде всего, это садовник. То есть, все мои навыки непосредственно, они шли от озеленения, от сада, от стриженных форм, то, чему я научился в работе. Вот, благодаря этому уже появился питомник Неваки, вот, благодаря этому уже, то есть, вся агротехническая, скажем так, часть появилась, помимо восприятия там красоты, да, вот, при создании сада, ведь до питомниководства я был, ну, озеленителем, вот, старался просто быть хорошим озеленителем. Озеленительный ландшафтный дизайнер? Нет, нет, вот, я не претендовал никогда на создание именно красоты. Я, по большей части, именно, очень качественно выполнял готовые проекты, в том числе и, там, у людей из списка Forbes российского. Вот, у меня это как-то очень получалось органично, быстро идти по карьерной лестнице и создавать, ну, воплощать, точнее. Хорошо, то есть, получается, Евгений Оленик, это озеленитель, садовник? Да, ну, и, безусловно, третья часть – это продажи, то есть, это, на чем я, скажем так, стартовый капитал заработал, это создавал садовые центры, форматировал и продавал, то есть, это мои, ну, первый миллион долларов, так вот я заработал, собственно. То есть, продавал бизнес уже готовый? Да, да, упакованный. Да, да, создавал с нуля, вот, упаковывал для продажи и продавал. Так вот я, ну, неоднократно делал. Хорошо, я слышу, вот, два дня мы с тобой общаемся, я слышу, как Евгений уделяет большое внимание обучению. Вот, что нас ждет 4 и 5 числа, скажи мне? Ну, пользуясь случаем, 4 и 5 декабря я приглашаю на конгресс Петру Мниководову в России. В России это будет уникальный формат, когда 27 лекторов на различные темы будут 2 дня прокачивать все наше профессиональное сообщество. Дело в том, что есть такой элемент, что и мы на полях за сезон устали, чуть-чуть вот этими заботами, отгрузками, да, и нужно, как вам, новую информацию, новый глоток воздуха. То есть, нужно для себя понять, куда идти дальше. Для этого будет сессия купи-продай. Для агрономов профессиональных нужно разобраться более глубоко, допустим, в агрохимии. Будет специализирована мастерская Горбунова для изучения водоподготовки, удобрений. Будет очень классная мастерская для начинающих. семейная чета Никулиных будет для начинающих. Рассказать вот азы прямо. Будет мастерская Неваки, это будет Кирилл Геннадьевич с Даринским, со Славой Бушуевым. Просто вот это будет что-то нечто. Все будет гореть. Да, именно так. Я очень сожалею, что как-то так получилось, что сессию купи-продай, где я буду рассказывать о тенденциях на рынке и ее дальше администрировать, то параллельно будет мастерская Неваки, что я не получу. Потому что там такой драйв происходит. Послушай, но когда я воплощаю мысли, то самую большую идею, то самый большой якорь, проблемы, это я сам для себя. Не кто-то извне. То есть я сам для себя несу ответственность в воплощении того или иного дела. Ну, это просто такой образ просто обучать людей, чтобы они что-то говорят. Обучать людей, я думаю, это у меня от родителей. То есть это не для продвижения, то есть не как реклама. Нет, нет, это как рекламе прямого, можно было в плане рекламы намного более удобные и простые инструменты, и их было бы предостаточно. Рассказываю. Вот. Я вот своих друзей одноклассников вовлек, и получилось, что много питомников на моей родине. Дальше я им помогал, рассказывал, вот. Начал их собирать в группы, чтобы сразу одними, сразу всем рассказывать, потому что вопрос, зачастую одни и те же. Вот. Потом на конференциях АППМ после моих выступлений огромное количество людей вокруг меня формировалось, и я начал вспоминать, что там в деревне было там в округе 5-10 человек, сейчас в округе меня там 15 человек. Я начал понимать, что это вообще-то одно и то же. Вот. И я начал масштабировать тот опыт свой, когда структуризировать все, что я говорил, начал упаковывать соответственно в лекции, вот. Начал выступать, и мне однажды пришла идея, а что если на всю страну это делать? Так вот и появилась идея активного питомниководства. Надо же понять, что найти этого человека, потому что очень многие профессионалы закрыты достаточно, любят завести такой. Да, я же людей не по обертке встречаю, я слышу, что говорят. Да, вот со стороны послышат, это все равно же надо их как-то найти, потому что люди там что-то действительно какой-то талантливый человек сидит там, создает что-то интересное или вообще качество. к нему просто на нашей трансфере мало люди о себе говорят, вообще практически не говорят. Говорят одни и те же практически, а вот найти уникального человека тоже надо как-то постараться. Да, я нахожу всегда время для того, чтобы видеть. Вот допустим, ты снимал недавно с Казаковым, вот, я слышал об этом человеке, вот, я увидел его, вот, мне очень понравилось, что и как говорит, и мы уже совместный обучающий проект формируем на март месяц. Вот, то есть, допустим, я, соответственно, в этом плане тебе очень благодарен, что ты занимаешься, по сути, просветительской работой. вот, да, и мне эти люди невероятно импонируют. К этим людям относятся Татьяна Васильевна, Алиник Алексей, Ирина Алексеевна Любченко, этот, вот, с радостью, и честно делится, у тебя тоже недавно подкаст был, и мне очень интересно было смотреть глухого Вера Викторовна, то есть, понимаешь, и у этих людей есть чему учиться. Просто очень странно получается, вроде бы, мы присутствуем в ОППМ, мы понимаем отделы доклад, они действительно там что-то делают для отрасли, но все равно появляется Конгресс, появляется союз садовых центров, появляется ландшафтный, как зеленая стрела, то есть, они все оттуда выходят и создают свои какие-то маленькие вот такие сообщества, в котором дальше, в принципе, развивается и действует. Вот, почему, получается, сейчас Евгений Олег собирает всех в одном месте? Да, я сразу акцентирую, честно, что, без лицемерия, что, первое, это коммерческий проект, и я буду стараться максимально за эти деньги давать качественную услугу, это первое, второе, это то, что, я говорю, что российские питомники, прежде всего, они интересы садового центра, но при этом все питомники, я говорю, ребята, если мы не будем учитывать интересы садовых центров, мы никому просто нафиг не нужны, и здесь никакой нету лицемерия, то есть, никто никого не саботирует, все честно, открыто, только бизнес и ничего другого. Еще большая проблема, что я вижу, когда ассоциация однажды почему-то для себя решила, что люди, то есть, мы все участники для ассоциации, а не ассоциация для людей. Я считаю, что это роковая ошибка АППМ в целом, как только ассоциация станет для людей, я думаю, что в положительную сторону много чего поменяется. Вот следом идет один вопрос, который, я думаю, будут ждать все. Конгресс не убийца или АППМ будет? Слушай, давайте так, вот скажем, что я буду последним, кто из АППМ выйдет. Вот, я лично хотел бы, чтобы АППМ продолжала работу свою и, чтобы нашла себя в новом мире, понимаешь? По факту, за последние два года колоссально чего поменялось, ну вот в реальности на нашем рынке. Вот, но, к сожалению, этот, наш АППМ не поменялось. Вот, в чем основная проблема, вот, как я это вижу, да, вот, стало неинтересно. Это проблема. Вот, стало неинтересно. Вот, как бы повторяющиеся одно и то же. Вследствие того, что неинтересно, вот, какая большая проблема. За пять лет ни разу не подняли этот, стоимость этого, нет, взноса. Стоимость участия задрали дико уже, что многим стало это недоступно, что, что я считаю, категорически плохо. А стоимость, этот, участие этого, ежегодного взноса не подняли. То есть, что на 25 тысяч можно сделать? Ничего. Вот. А почему не поднимает? А потому, что неинтересно. И получалось, получился замкнутый круг. Нету денег, чтобы сделать интересно, вот, а не платить, а почему я должен платить больше, если это неинтересно. Вот. Это большая проблема. То есть, это реально такой этот, ну, по сути, порочный круг, вот, и из него надо выбираться. Понимаете, в чем дело? У каждой организации есть этот формирование, взлет, этот, застой, и вот дальше, куда она пойдет? Вот сейчас, этот, есть риск большой, что она начнет заваливаться. Вот. Это же не связано, этот, с проектом. Однажды на ППМ проект у учебника и обучающего, скажем так, формата был отвергнут. Вот. Отвергнут, это как раз тогда мы с Ромахом Андреем это предлагали, тогда еще Уралкалий бы был, вот, чтобы чуть-чуть переформатировать и начинать развивать более бурно. Вот. Но, коль этот формат был отвергнут, то у меня уже был успешный опыт на примере своей родины, где уже, этот, 10 питомников уже было создано, которых я консультировал, помогал. Я это решил, думаю, если вам не нужно, то я сделаю именно профессиональный обучающий этот, формат, который будет, первое, доступен, второе, интересен, и третье, это будет развивать отрасль, что крайне важно. Ну, видно, что в любом своем действии, ты помимо того, что развиваешь, ты двигаешь всех вперед, ты провоцируешь. Здесь это тоже выглядит как немного, как провокация. Не знаю, почему не вернуться в АППМ, ведь тебя слушают. Ты же видишь, ты же, ты сам это знаешь прекрасно, что на тебя реагируют люди. Потому что одно из наших выпусков как раз тоже был затронут Конгресс, а здесь участник АППМа, а из руководителей. Понимаешь, этот, вода не течет обратно. Да. Вот, это должны все отчетливо понимать. Соответственно, у АППМ что? Либо она станет профессиональной площадкой для лоббирования, либо она очень скоро станет ненужной. Вот, то есть, вот сейчас, о чем АППМ? Кто-то сможет однозначно ответить, зачем она? Я тебе скажу, к сожалению, все меньше и меньше людей находят на это ответы. И это есть проблема АППМа. Это же не моя проблема. Почему именно вообще Конгресс? Откуда вообще появилось такое название Конгресс? Почему есть съезд? Ну, съезды мы для того, чтобы провести этот уникальный в Сочи этот, мы до этого были в Сочи съезды делали, в Воронеже, Черноземье, Павловичев, Казани, в Тольятти мы делали. И мы решили всех-всех-всех, с кем мы уже познакомились, мы решили на одной площадке. Вот, то есть это съезд съездов, да, вот, но и посмотрел какие из названий незаезженные, то и использовал. Ну, красивое название. Вот, это именно этот съезд всех съездов. Суть такая, как бы, мы же с этими людьми уже познакомились, это там 150 человек с Черноземья, там 180, больше у нас в Казани было, человек с Поволжья, там же Сибири приезжали, то есть отовсюду буквально люди, вот, ну и конечно со столицы. Как вот ты сказал, тебе не получается попасть, ты будешь на продажах, на сессии продажах, ты там администрируешь, я понимаю, ты ведешь это, в этот же момент Кирилл будет вести по формированию. Именно так. А как же люди хотят побывать одно и то же, будет ли какая-то видеозапись, потому что потом-то можно как-то это получить? ну, во-первых, онлайн формат будет, для тех, кто не сможет по каким-то причинам приехать, будет онлайн формат. Вот, это, мы этим отличаемся, тем, что мы даем возможность любому человеку на нашей планете быть с нами на одной полуплощадке, что, ну, что я считаю, тут тоже важно для развития всей отрасли. Вот, и дальше, ну, дальше, каждый приезжает и смотрит, вот, ну, так, вот мы сделали, чтобы было интересно и продажникам, вот, кто продает, вот, кто больше искусства, садовникам, чтобы было интересно, агрономам, вот, мы, мы постарались учесть все стороны, потом никого, ведь это же не, не только агрономия, и мы, чтобы все стороны, было интересно с нами быть на одной площадке, мы так это и делали. Уважаемые друзья, на конгрессе питомниководов России будет уникальный формат купи-продай, на ней мы разберем сначала о тенденциях, что происходит на рынке, какие популярности позиции теряет, какие популярность позиции набирает, эту тему раскроет Алья Никемгей, ваш покорный слуга, Сергей Васильевич Максимов из компании Поиск и Ферцер Дмитрий из садоцентра. Значит, после того, как мы посмотрим тенденции, что меняется на рынке, вот, мы начнем непосредственно знакомить вас с покупателями. Будет большой зал, где, ну, по сути, как лекционный зал, да, где наши покупатели, это будут крупные питомники, которые очень много закупают, это будет садовые центры с Миллионниковой, с Перми, с Красноярска, с Новосибирска, с Воронежа, конечно, с Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, то есть, со всех Миллионников, с Уфы будет человек, в Чесни будет человек, из Краснодара, с Ростова, то есть, мы сделаем уникальный формат, чтобы каждый из вас с любой глубинки России, с любого села и хутора мог прийти со своим прайсом, распечатывайте буклеты, и чтобы принести непосредственно своему потенциальному покупателю и отдать, чтобы о вас что-то, после того, как вы пообщались, чтобы о вас осталось, вы сможете сделать мини-презентацию себя и своего предприятия. Я приглашаю вас на конгресс, давайте будем продавать, давайте вместе будем зарабатывать больше. Добро пожаловать, друзья. По QR-коду вы сможете ознакомиться, купить, причем как онлайн формат, так и оффлайн. То есть, если у вас не получается приехать, пожалуйста, подключайтесь и будете смотреть это на расстояние. Приезжайте, давайте участвуйте.